День, который никак не празднуется во всем мире, считается бодничным, а в России этот день считается победобесным. Впрочем, на этот раз это день не победы, а день настоящего позора и поражения России в войне против Украины и всего цивилизованного мира. Почему же? Итак, центральная часть любого парада, который сегодня прошел на Красной площади, это, конечно же, военная техника, которая в нем задействована. Давайте посмотрим, а что же за военная техника в нем участвовала. Во-первых, была отменена воздушная часть парада, но также, похоже, отменена была и танковая часть парада. Дело в том, что никаких боевых самолетов, ни бомбардировщиков, ни истребителей, ни современных танков не было вот в этом параде. Собственно, никаких танков не участвовало. Дело в том, что единственный танк, который сегодня принимал участие вот в этом вот параде, это Т-34. Не смейтесь, да-да, это старенький Т-34, да и тот, похоже, был пригнан из Лаоса. Это, на самом деле, последняя страна, где вот эти танки содержатся на вооружении, то есть они находятся в более-менее приемлемом виде. То есть они, по крайней мере, готовы и ехать. У России готовых ехать Т-34, насколько мне известно, нет. Итак, вот этот Т-34 униженно и позорно возглавил колонну военной техники. Но дело не только в том, что не было ни танков, ни самолетов. Не было и других передовых ударных орудий, которые необходимы в любой войне и, соответственно, которые Россия, наверное, хотела бы продемонстрировать в качестве своего остря копья. То есть не было вот тех же боевых вертолетов, не было артиллерии и, между прочим, не было, опять же, бессмертного полка. Почему же, интересно, всего этого не было? Может быть, потому, что Россия, эта вся техника, нужна на передовой в Украине, где нанесет такие чудовищные потери, что каждый танк и каждая артиллерийская пушка в цене. А может быть, какие-то элитные боевые части принимали участие вот в этом вот параде. Но нет, их там не было. Во-первых, на этот раз в этом параде участвовало всего около 8 тысяч военнослужащих. Это в 4 раза меньше по сравнению с 2021 годом. Ну и вообще говоря, это минимальное число участников с 2008 года в подобных парадах. И это несмотря на то, что, кстати говоря, Минобороны России анонсировало изначально участие 10 тысяч военнослужащих вот в этом параде. Далее. А какие именно части там участвовали? А не то, что элитных не было, а даже кадровых, по сути. Большая часть вот из этих 8 тысяч – это курсанты и так называемые касачьи соединения. Далее. Давайте посмотрим, сколько же длился сам парад. А длился этот парад, вот если именно говорить о длительности времени шествия вот этой военной техники, то это около 3 минут. Ну а всего парад длился 45 минут. И это, опять же, рекордно мало за последние 20 лет. Но, может быть, бучанского мясника Владимира Путина обрадовали какие-то иностранные гости. Давайте посмотрим, кто к нему приехал на этот раз в Москву. Рядом с Путиным стояли лидеры семи стран. Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, а также глава Армении и белорусский диктатор. Что ж, давайте посмотрим, что они там делают. Дело в том, что, конечно же, Владимиру Путину хочется продемонстрировать, что он не находится в международной изоляции. И, скорее всего, пригласил он вот этих вот лидеров для того, чтобы показать, что Россия, в общем, находится в фарватере мировой политики. Что ее не выбросили за борт мировой истории. И что Владимиру Путину все еще готовы пожимать руки целый ряд лидеров зарубежных стран. Но как раз таки вот этим парадом Путин в очередной раз доказал, что он именно находится в глубочайшей международной изоляции. Почему я так думаю? Потому что кроме вот этих лидеров рядом с Путиным не было никого. И, кстати говоря, западные лидеры уже давно не ездят к Путину. Но, впрочем, как мы видим, не приехали к Путину и представители авторитарных режимов, которые теоретически могли бы рассматриваться как союзники Путина. То есть там не было не то, что Си Цзиньпиня. Там не было даже, например, никого от иранского режима. Итак, ну а те, кто все-таки решили приехать к нему, кто же это такие? Давайте по порядку. Пример Армении Никол Пашинян. Понятное дело, что он является лидером демократического процесса. И он был избран своим народом. И народ ему делегировал выполнение определенных задач. И Никол Пашинян эти задачи выполняет. А что это за задачи? А главное из этих задач это обеспечить, ну, хоть какую-то минимальную безопасность армянскому народу. Ибо сейчас, как мы знаем, между Азербайджаном и Арменией все еще сохраняется напряженность. И обратите внимание, что реально сейчас разрешать вот эту напряженность и реально проводить мирные переговоры. Собственно говоря, лидеры вот этих двух стран едут отнюдь не в Москву, а в первую очередь они делают это при посредничестве Соединенных Штатов и Европы. И это уже очень серьезные изменения. Но, тем не менее, российские так называемые миротворцы, а на самом деле оккупационные войска, все еще находятся в районе Карабаха. Военная база России все еще находится и будет находиться в Армении. И, в общем, эта база, это, опять же, оккупационная база. И в Армении все это прекрасно понимают. Они понимают, что Россия держит за горло армянский народ. И, соответственно, задача Николая Пашиняна сделать так, чтобы Россия хотя бы не угробила текущие мирные процессы, чтобы она хотя бы не спровоцировала новый конфликт, который приведет к еще большему экономическому ущербу для Армении и, конечно же, человеческому ущербу. Новая война Армении совершенно не нужна. А в Армении прекрасно понимают возможности России по развязыванию новых конфликтов вот в этом вот регионе. И поэтому Никол Пашинян не мог отказать Путину. Соответственно, вот и поехал. Да что там? Понятное дело, что чего не сделаешь ради безопасности своего народа, который делегировал тебе необходимость заботиться о нем. Вот Никол Пашинян и готов хоть черту лысу, в буквальном смысле, жать руку. Впрочем, это вовсе не означает, что Никол Пашинян действительно не имел выбора. Конечно же, он имел этот выбор. Но он счел, что вот это будет лучшая альтернатива. Я уверен, что многие из тех, кто меня сейчас смотрит, скажут, что они бы поступили на месте Пашиняна по-другому. Просто не поехали бы в Кремль. Я бы тоже не поехал. С другой стороны, Никол Пашинян уже неоднократно демонстративно, по сути дела, показывал Путину, что он, по большому счету, с ним рядом сидеть не хочет. Ну, вспомнить хотя бы тот факт, что в последний раз Никол Пашинян не стал подписывать совместный с остальными членами ОДКБ документ. И уж куда более дерзкий акт трудно представить себе. Тем не менее, Никол Пашинян понимает, что 9 мая это очень важный для Путина день. И поэтому надо приехать, дабы избежать каких-то провокаций с российской стороны. Следующее. Диктатор Лукашенко. Понятное дело, что Лукашенко не мог не приехать просто потому, что он давно-давно уже не является лидером своей страны. Если вообще когда-то являлся. Он является обычным марионеткой, который был поставлен и удерживается Путиным. И держится в Беларуси исключительно на путинских штыках. Самой страны Беларуси сейчас, как таковой, не существует. Она была отправлена, по крайней мере, временно в архив. А сейчас существует Белорусская автономная область России. Может быть и просто Белорусская область. Далее. Глава Казахстана Касым Жамар Такай. Что же он делает на вот этом вот празднике Победобесе? А Касым Жамар Такаев отдает дань уважения Путину за то, что тот в свое время поддержал Такаева в борьбе кланов. Собственно, Такаев, как известно, пришел к власти в Казахстане и утвердился там как президент. Именно, опять же, на путинских штыках. Во-первых, эти штыки, а по сути, опять же, оккупационные войска были переброшены в Казахстан на три дня. Пока там бунтовал народ. Вот. И эти штыки защитили Такаева, да и вообще, всю вот эту вот коррупционную свору в Казахстане от гнева народа. Ну а затем, через три дня, они благополучно убрались. Отчасти потому, что надавил Пекин. Отчасти потому, что, очевидно, тогда Путин готовил как раз вторжение в Украину. Ему совершенно не нужно было отвлекать свои силы на Казахстан. Ну и с третьей стороны, это в некотором смысле была такая вот, как бы, ну если хотите, сцена уважения к самому Такаеву. Мол, уж так и быть, сейчас мы суверенитет Казахстана не будем больше топтать, как какую-нибудь грязную тряпку. Потоптали и хватит. Вот. И пришло время Такаеву, так сказать, возвращать должок. С Такаева, что называется, золотой волос не упадет. Впрочем, при этом, при всем Такаев на протяжении вот этих полутора лет неоднократно уже вытирал ноги у Путина, показывая, что, в общем-то, не очень-то он ему и благодарен. Это еще Владимир Путин должен быть благодарен за то, что такой вот лидер, как Такаев, все еще готов обращать внимание на Путина. И ездить на всякие его мероприятия. Что делал Такаев вот за время даже полномасштабного российского вторжения в Украину, трудно вспомнить, я имею в виду в том смысле, что трудно вспомнить количество раз, когда он просто откровенно унижал Путин. Такаев и в интервью своих говорил, что, мол, это, мол, не Россия помогла ему Такаеву разрешить внутриполитические кризисы в Казахстане, а это войска ОДКБ, оказывается, словно Такаев не понимает, что ОДКБ это всего лишь ширма, которая прикрывает реальное участие вот тех самых оккупационных российских войск. То есть это было прямое издевательство. Другой раз Такаев открыто при Путине прямо сказал, что он не признает ДНР и ЛНР, что это просто-напросто непонятные группировки, и считать их всерьез какими-то государственными образованиями просто смешно. Ну, в третий раз Такаев не то что высказывался, а он, по сути, напрямую начал действовать. А как именно? А он сейчас изыскивает способы выстроить такой нефтяной маршрут в Европу, чтобы этот нефтяной маршрут обходил, например, вот все те российские узлы, которые в час икс могли бы просто-напросто стать препятствиями для экспорта казахстанской нефти за рубеж. Ну и так далее и тому подобное. Далее. Глава Таджикистана Мамали Рахмон. И здесь, когда мы говорим о нем, нужно вспомнить и о том, что президент Киргизии Садыр Жапаров тоже участвует вот в этом параде. Что же они оба там делают? А оба они делают там следующее. Они решают именно свои внутренние вопросы. Между Киргизией и Таджикистаном тлеет конфликт и периодически обостряется. Я имею в виду вот те обстрелы, которые до недавнего времени, в общем, были достаточно интенсивными. Россия здесь плохой арбитр, но тем не менее понятно, что поскольку едет один, едет и второй. Потому что если второй не поедет, то кто его знает? А вдруг Владимир Путин поддержит вот того, кто приехал в Москву? Ну и тогда, соответственно, той стороне, которая не приехала, может быть хуже. Хуже уже потому, что кто его знает, как в этом случае может развернуться соответствующий конфликт. Впрочем, у России нет никаких военных возможностей для того, чтобы реально арбитрировать вот тот вот процесс, не всегда гладкий, а иногда и крылопролитный, который проходит между Киргизией и Таджикистаном. Ну и, наконец, глава Узбекистана Шавкат Мирзиев. В общем, его участие там, это скорее дань экономической нужде. Экономическая нужде, которая заключается в том, что очень много узбеков, как, впрочем, немало, я так понимаю, таджиков, и, скажем, немало тех же граждан Казахстана, и немало тех же киргизов, просто-напросто периодически ездят в Россию на заработки. Это экономические связи, и не очень хорошо их прерывать. То есть, опять же, это чисто денежный интерес. То есть, еще раз, у всех политическая, военная, денежная зависимость от России. Ну и, понятное дело, что если бы не эта зависимость, то и эти люди не приехали бы к Владимиру Путину. Но поскольку они действительно, реально зависят от российского режима, пока что. Они, соответственно, и едут. Ну, а, соответственно, если мы не видим всех остальных лидеров, то, соответственно, мы можем говорить и о том, что эти самые лидеры, лидеры от Франции до Японии вообще никак не зависят от России. Короче говоря, сегодня на параде участвовали только те гости, которые, по большому счету, как вы понимаете, все были набраны из постсоветских стран. И то, это меньше чем половина постсоветских стран представлена была вот на этом параде. А что такое постсоветские страны? Это страны, которые находятся в жесткой орбите Москвы. То есть, получается, что прошло 30 лет с момента развала Советского Союза, но Россия, получается, не смогла прыгнуть выше местечковой, даже не региональной державы, вот этой вот постсоветской державы, которая все еще, да, держит за хвост некоторые еще не успевшие убежать бывшие советские колонии, но это и все. То есть, Западная Европа, Соединенные Штаты, вообще Южная и Северная Америка, Тихоокеанский регион, вот все это, в общем, совершенно не хочет посматривать в сторону России. Там воняет, там кровище льется, в общем, очень неприятное зрелище, и возглавляет это зрелище, сидя вот на этой вот горе от трупов собственных солдат, вот Бучанский мясник, военный преступник Владимир Путин, объявлены официально в международный розыск ГАКским трибуналом. И, конечно, с таким вот потенциальным осужденным ГАКским трибуналом никто не хочет оздороваться за руку. Я уверен, что ни один из тех, кто приехал сегодня к Путину, тоже не хочет с ним оздороваться, но приходится. Приходится пока что. Ну что ж, остается только посмеяться над заявлением Пескова, который, комментируя присутствие вот этих вот лидеров на параде, заявил, цитирую, «Мы действительно ждем глав государств СНГ, которые разделят вместе с нами этот праздник. Это солидаризация глав государств, народ которых в составе единой страны принимали участие в Великой Отечественной войне и победили». То есть, он сказал о главах государств СНГ еще раз. СНГ, которые отнюдь не ограничиваются вот этими странами, но почему-то приехали вот только эти лидеры. О чем Песков как-то, опять же, скромно умолчал. Почему не приехали остальные лидеры СНГ, если речь идет о неком образовании, которое реально существует. Кстати, а действительно, существует ли СНГ хоть как-то на, так сказать, фактической плоскости, или же речь идет пока что, или уже только о бумаге. Ну что ж, двинемся дальше. А что же говорил сам Владимир Путин вот на этом так называемом параде? Владимир Путин поступил как обычная блеклая ввошь. Ничтожество и убийца, которому на самом деле нечего сказать, кроме как пробормотать по шаблону то, что он сто раз уже говорил на парадах и вне парадов. Он сказал, что оказывается, сейчас против России воюет, в общем, как он говорит, неонацистская нечисть со всего мира и западные глобалистские элиты. Во-первых, очень интересно, что Путин не сказал о войне в Украине. Вот почему-то об этой вот войне он ничего не сказал. Он словом не обморился. Он не заявил ни об одном эпизоде победы. Может быть, потому что на самом деле этих эпизодов совершенно и нет. Об этом мы сейчас чуть подробнее поговорим. Ну а что касается его заявления о том, что оказывается сейчас против России воюет вот тот самый мир западно-глобалистских элит. И неонацистская нечисть. Это, конечно, довольно забавно. Почему? Потому что вроде как, на самом деле, это Россия начала войну. И она начала войну против конкретной страны. Эта страна называется Украина. Но теперь выясняется, оказывается, что против России воюет весь мир. И что это вот весь мир начал эту войну против России. Ну, это типичное шизофрение. Путин обвиняет весь мир в том, в чем на самом деле виноват сам Путин. Это он хотел бы начать эту войну против всего мира. Но, как мы видим, он не смог выйти дальше. Не то, что Украина, а дальше, по сути, нескольких областей Украины. И даже вот здесь он, как мы понимаем, застрял. Понятно, на кого это вот все рассчитано. Подобные спичи рассчитаны на то, чтобы объяснить российскому народу населению, почему Россия проигрывает эту войну. Чему войну, которую российские пропагандисты обещали закончить за три дня. Они обещали множество документальных свидетельств. И я как-нибудь покажу подворку видео, где российские пропагандисты говорят, что возьмем за два дня и что Украина-то не страна. Вот как объяснить этому народу населению? Почему Россия застряла в Украине? И почему сейчас уже практически 15-й месяц войны, а никаких результатов? А до сих пор это не война, а до сих пор это СВО. И применено было вообще все вооружение, которое было у России. И только раз, что ядерное оружие не было применено. И то, возможно, потому, что оно реально сгнило. Ну, а также потому, что Запад пригрозил Путину тотальным уничтожением. Так вот, именно для того, чтобы объяснить вот этот парадокс, как это вторая армия мира не может победить 45-ю армию мира, как раз и задействуются бесконечно вот эти вот заезженные, абсолютно, естественно, необоснованные аргументы по поводу того, что против России воюет все НАТО. Иначе просто невозможно объяснить, как же так получилось, что Россия со всеми своими войсками, с тысячами танков, БТР, супероружием, кеджалом, как-то так получилось, что она проигрывает эту войну. И, соответственно, оказалась вот в этой вот тотальной международной изоляции. Ну, а теперь самое главное. А что же реально есть у России сегодня, к так называемому празднику победы, а на самом деле к празднику поражения, поражения России в войне против цивилизованного мира. А я скажу, что есть у России. У России есть четыре подряд проваленные, массированные ракетно-дроновые атаки по Украине. Ракетно-дроновые атаки, которые начались с конца апреля, и вот два таких вот эпизода было в конце апреля, и два вот только что, 8 и 9 мая. И это я еще не посчитал эпизода с обрушенным на Киев кинжалом. Второй момент. Сбитый кинжал, супероружие, которое российские конструкторы продали Путину как непобедимое, и которое, естественно, оказалось на деле просто не более чем распиленными миллиардами. Которые были сбиты, причем очень эффектно, системой ПВО Патриот, которым управлял украинский экипаж. Исторический момент падения мифа о супероружии Путина, и действительно момент торжества западных технологий, которые как только столкнулись с российским супероружием, так оказалось, что вот это самое оружие не стоит ничего, а Патриоты, версия Пак-3 которых была изобретена 30 лет назад, продемонстрировали высочайшую эффективность против ракеты, против которой они изначально, в общем, на самом деле и не предполагалось, что будут воевать. Далее, собственно говоря, Бахмут. Бахмут, который, как вот можно понять из слов Пригожина, вроде как должен был бы взят к 9 мая, чтобы дать, ну, хоть какую-то победу россиянам. Ну, даже этого не смогли сделать российские террористы. Напротив, даже поступают сведения, что украинцы чуть ли не на километр рванули вчера в рамках контратаки именно под Бахмутом. Я уже не говорю про остальные участки фронта, там вообще у России полный завал. Это при том, что украинцы не начали сейчас сыграть в полную силу. Ну и, наконец, 200 тысяч черных пакетов. Это таковы потери России в личном составе за вот это время полномасштабного вторжения в Украину по версии Генштаба ВСУ. Это примерно соответствует тому, что, говорят, западные союзники в первую очередь это соответствует подсчетам Пентагона. По данным последнего, только под Бахмутом Россия только за последние 5 месяцев потеряла убитыми 20 тысяч человек, а 80 тысяч человек ранеными, но фактически тоже выбывшими из строя, что равноценно. 100 тысяч военнослужащих. Ну, назовем их военнослужащими, хотя там, понятно, разные роды и войск, и не только войск, там, в общем, и атрибия, там, заключенные, там, наемники, там, черт знает что, там, винегрет. Ну, суть в том, что 100 тысяч человек Россия потеряла. Вот, и все это на фоне дрона, прилетевшего по Кремлю. Дрона, который, как я изначально и говорил, не имеет отношения никакого к попытке как-то спровоцировать глявец. Я с самого начала говорил, что это ни в коем случае не провокация, это действительно сделали враги Кремля. Вопрос только, какие это все-таки сделали партизаны, которые действовали более-менее независимо, или это сделали украинские диверсанты. Точно проверить невозможно, но вот вам самый главный критерий, который показывает, что на самом деле Кремль, то есть Россия, то есть российское руководство не собирались бомбить сами себя, а что это именно для них стало неожиданностью, что они были застигнуты врасплох. А то, что никакого ответа они не смогли дать Украине, а когда попытались, то этот ответ вышел очень жиденьким. Ожиденьким он вышел, потому что они не готовились к этому. Если бы готовились, я уже говорил, они бы совершили соответствующий ракетный террор, но этого не получилось делать. Ибо ракет у России нету, носителей у России нету. По крайней мере для вот того вот террора, который был в начале, когда еще в октябре прошлого года все это начиналось, один кинжал, один миг. Было бы пять кинжалов, то мы бы увидели пять кинжалов, но не было этих пяти кинжалов, не было этих ста ракет Х-22, Х-101, Х-555, калибров, всего этого не было. Либо если это и есть, то приходится отправлять маленькими порциями, потому что большими порциями просто нет носителей. На море носителей нету, потому что очевидно, просто-напросто флот стоит без топлива, которое было уничтожено вот сейчас вот украинскими дронами. В небе бомбардировщики хоть и появляются, но поскольку они изношены, они могут нести не восемь, а только одну или две ракеты. Ну и вот результат. Ну и, конечно, украинская система ПВО, которая доблестно работает на уровне 90-95% эффективности. Над Киевом воздушный купол вообще соблюдает 100% эффективность четыре раза подряд, если не больше. Вот, собственно говоря, и все. Это все, что Россия может показать миру. Сдулась бензоколонка. Мы видели парад униженных и уничтоженных сегодня, 9 мая, в Москве. И это только начало исторического унижения России. Спасибо, друзья. Я напоминаю, что мы ведем сейчас пятый по счету сбор на тяжелые украинские дроны Дора и Вака. Мы ведем этот сбор совместно с Константином из подразделения сил специальных операций Украины, которые производят и эксплуатируют эти дроны. Если вы хотите помочь, можете сделать это через ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. PayPal, а также банковский счет и европейская банковская карта. Ну а сейчас, внимание, у нас на экране Руслан Рыгованов. Вот тот самый сержант ВСУ, с которым мы делаем периодические интервью и с которым мы провели третий сбор для дружественного ему спецподразделения HORT. Мы собрали, благодаря вам, 10 приборов ночного видения ПВС-14 и 10 на шлемных креплений к ним. И вот сейчас Жилинос из литовского фонда Швейсос Корея съездил из Литвы в Украину в очередной раз и доставил эти приборы Руслану Рыгованову, который затем передаст их Хорту. Вот видео подтверждение тому, что эти приборы действительно у Руслана. Ну что ж, еще раз от меня, от Руслана, от Хортовцев. Друзья, спасибо огромное вам за эту помощь, потому что на самом деле эти приборы действительно классная вещь, которая реально спасет жизни Хортовцам и позволит им быть более эффективными. Мы продолжаем пятый сбор и, как всегда, я говорю спасибо всем, ибо ваша помощь, еще раз, спасает жизни и приближает победу Украины и всего цивилизованного мира. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok